Питомцы и хозяева ликуют. В Рубцовске открыли первую в городе специализированную площадку для выгула и дрессировки собак. Сделали ее на улице Карла Маркса, у аллеи коммунальщиков, которую сейчас создают. Общественное пространство предложило создать Рубцовское подразделение СГК. Оно объединило предпринимателей и простых жителей для создания необходимой инфраструктуры. Депутат горсовета привел нас сюда, коммунальщиков, энергетику и говорит, ребята, почему бы нам здесь не разбить на этом пустыре аллею, назвать ее аллеей коммунальщиков. Идея всем понравилась. Тут подключился фонд Мельниченко, помогли нам нарисовать, оказывается, то, что мы хотим. И работа закипела. Работа началась в рамках урбанкемпа. Он направлен на создание различных объектов, необходимых конкретному городу. Об этом нам рассказал руководитель управления по работе с городами фонда Мельниченко Екатерина Манжула. Весной мы начали работу с приглашенными экспертами по исследованию города. И вместе с жителями были определены ключевые проблемы и, собственно, точки роста. И одной из таких вот желаемых изменений как раз и была собачья площадка. На площадке есть все необходимое, начиная с полосы препятствий для тренировки и заканчивая специальными пакетами для сбора отходов. На открытии даже провели лекцию о психологии разных пород собак. Подобного подхода жители Рубцовска ждали долго. Очень рады. Мучились, ходили везде, где можно, где не можно. И ругались на нас, и всякое было. Ну, наконец-то дождались. Очень рады. Увидели, удивились даже. Что неужели. Это у нас будет в городе такое. Работы на площадке не останавливаются. Уже сейчас Олег Кумунальщиков украшают молодые липы и рябины. Высадили их в рамках акции «Зеленая дружина». Вышли на нее как руководители организации, так и местные жители. Это очень интересное и очень нужное дело. Мы очень рады, что здесь будут расти красивые липы. И теперь здесь будет благоустроена наша улица. И мы надеемся, что дальше ее облагородят. И здесь будет прекрасная мирная жизнь. На этом благоустройство не заканчивается. Аллею и дальше будут улучшать. Как и сам Рубцовск. Поможет в этом недавно проведенное социальное кортирование и опрос жителей, которые пожаловались на недостаток общественных пространств для досуга в центре города и необходимость благоустройства дворов. Даню Кузнецов. День с толком. Продолжение следует.